Нам нужно начать в нашей стране, на нашей земле, выполнять те задачи, в том числе и в законодательном поле, которые перед нами ставят. Среди таких задач, к примеру, решение проблем здравоохранения. Справедливоросы предлагали оказывать помощь от государства, если на лекарства семья тратит более 10% от своего дохода. Другое предложение, также озвученное партией, повышение минимального размера оплаты труда до 17 тысяч рублей. И подобных инициатив – десятки. Эти законопроекты, по большому счету, отражали те тезисы, которые были озвучены президентом в послании Федеральному собранию 20 февраля. Самая проблемная, самая острая тема прошлого года – это пенсионная реформа. Справедливоросы предложили свой альтернативный проект пенсионной реформы. В частности, в нем предусматривался категорический запрет на повышение пенсионного возраста. К сожалению, по их словам, инициативы «Справедливой России» и Госдумы приняты не были. Но многие законопроекты со временем возвращаются к жизни и принимаются, правда, уже как проекты федеральные. Так или иначе, большая часть из того, что «Справедливоросы» предлагали, работает. А те законопроекты, что пока не приняты, уверены представители партии, просто ждут своего времени. Продолжение следует...